Дорогие партнеры Тяньши Когда мужчина видит красивую женщину, у него появляются определенные мысли на этот счет. Это качество присуще всем представителям мужского пола. А что такое социальная роль настоящего мужчины? Забота о своей семье, о своей женщине, о своем потомстве и о родителях. Для того, чтобы выполнить и биологическую, и социальную роль, мужчине необходимо крепкое здоровье. Целый букет проблем сопровождает современных мужчин, испытывающих огромные перегрузки на работе и в обществе. Растет количество мужчин с нарушениями сна, упадком сил, ослабленным дыханием. У некоторых мужчин еще в молодом возрасте появляется синдром холодных конечностей, ухудшается слух, расшатываются зубы и выпадают волосы. Могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием. Мужчин, страдающих от ожирения, также становится все больше и больше. У некоторых мужчин развиваются серьезные проблемы с памятью и концентрацией внимания. Под влиянием стрессов и нагрузок происходит снижение сексуальной активности, уменьшается количество сперматозоидов, снижается их активность и жизнеспособность, появляется раннее семиотвержение или импотенция. Мужчина должен быть полон физических и душевных сил, а в случае возникновения проблем со здоровьем, необходимо за ним тщательно следить. Если мы видим, что от мужчины прямо веет энергия и силы, если эта сила чувствуется во взгляде, значит такой мужчина здоров. Важный показатель здоровья мужчины – качество эякулята. Нормальный эякулят имеет не менее 20 миллионов сперматозоидов в одном миллилитре объема, при показателе их активности не менее 75%. Только в такой ситуации можно говорить, что мужчина здоров и полон физических и душевных сил. А если сперматозоидов в эякуляте мало, либо они неактивны, такой мужчина не может считаться здоровым. Теперь мы поговорим о связи энергии ТСИ и здоровье мужчины. Если в организме мужчины энергии ТСИ недостаточно, он будет задыхаться при малейшей нагрузке, вздыхать на работе, иметь подавленный внешний вид, жаловаться на жизнь. Растерянность, забывчивость, пониженное настроение – все это симптомы нездоровья. Мы говорим, что мужчина должен обладать мужеством и отвагой, но если у него плохое здоровье, от него сложно этого требовать. Важный показатель полноты ТСИ в организме – полнота ТСИ легких. Когда ТСИ легких достаточно, голос звонкий, движения энергичные, работа спорится. Если у человека достаточно ТСИ, видно, что он полон физических и душевных сил, настроен оптимистически, общение с ним приносит радость другим людям. Откуда берется ТСИ в организме? В первую очередь, благодаря работе легких. Легкие управляют ТСИ всего организма. При здоровых легких – здоровое сердце. Врожденные свойства человека определяются легкими, приобретенные селезенкой. Если селезенка слабая, она может привести к ослаблению легких. Селезенка отвечает за усвоение пищи, превращая ее в ТСИ. Только когда ТСИ легких достаточно, вода почек может двигаться и вскармливать дерево печени. Тогда печень накапливает кровь и отдает кровь сердцу, и сердце согревает селезенку. Внутренние органы связаны по принципу взаимопорождения. Только при нормальном взаимодействии всех органов ТСИ легких будет достаточно. Дальше мы поговорим о силе духа мужчин. Силу духа определяет субстанция шень, психические силы, наличие которых определяется состоянием сердца. Если сердце ослаблено, не только физических, но и психических сил у человека тоже мало. Каждый орган отвечает за определенную эмоцию и определенную сторону психической жизни человека. Чтобы у мужчины была сила духа и воля, необходимо следить за состоянием сердца. Кроме здоровья сердца, для мужчин также очень важно состояние печени. Печень хранит кровь. Если крови в печени накоплено достаточно, печень посылает этот запас сердцу. Сердце – это насос, который отправляет кровь всем органам и тканям человеческого тела. А хорошее кровоснабжение – необходимое условие достаточного количества ЦИ. Чтобы мужчина был здоров, обладал достаточными физическими и психическими силами, работа всех внутренних органов должна быть согласованной. Мы называем почки источником врожденной энергии. Это корень человеческого здоровья. Чтобы чайник закипел, нужен огонь. Почки – это источник первичной ЦИ, которая выполняет функцию огня для организма. Чем меньше изначальной ЦИ у человека, тем слабее его здоровье. От почек зависят многие функции. Если слух ослаб, это может быть проблема с почками. Слабые и шатающиеся зубы – это тоже проблема с почками. Если у мужчины почки здоровые, значит и физическое здоровье у него будет крепкое. А физическое здоровье – это основа полноты душевных сил и субстанции шейн. Растительность на лице и кадык – это отличительные признаки мужчины. Если у мужчины вторичные половые признаки выражены неярко, если у него женственная осанка и походка, это значит, что недостаточно тестостерона в организме. Все признаки мужественности напрямую связаны с количеством тестостерона, которое вырабатывается в организме. Для юношей в период с 11 до 18 лет очень важно следить за нормальным формированием вторичных половых признаков. В это время, если в организме юноши не хватает цинка, вторичные половые признаки формируются недостаточно. Когда мужчина живет активной половой жизнью, цинка вместе с семенной жидкостью теряется очень много. Именно поэтому необходимо всю жизнь восполнять цинк для мужчин. Цинк – это очень важный элемент для мужского здоровья. Гипофиз, гипоталамус, эпифиз в головном мозге человека вместе с надпочечниками отвечают за здоровый гормональный фон и за нормальное функционирование половой сферы у мужчин. Недостаток цинка может привести к нарушению синтеза гипоталама гипофизарных гормонов и негативно сказаться на репродуктивной функции. Я уже говорил о том, что нормальный эякулят имеет не менее 20 миллионов сперматозоидов в одном миллилитре объема, среди которых 75% должны быть активны. Что делать, если активность сперматозоидов низкая? Восполнение цинка способствует решению этой проблемы. Ведь важно не только количество и качество сперматозоидов. Если снижается половая функция, если снижается способность к продлению рода, мужчина теряет уверенность и мужественность. Все душевные качества мужчины в основе имеют хорошее здоровье. Капсулы с цинком тяньши могут способствовать повышению количества и качества сперматозоидов, повышать их жизнеспособность. Только здоровый мужчина может дать счастье своей второй половине и создать гармоничную и счастливую семью. Гармоничная супружеская жизнь не только основа семейного счастья, но и способ сохранить здоровье мужчины и женщины в браке. Второй продукт, который мы рекомендуем для мужского здоровья – капсулы с мицелием кардицепса тяньши. Кардицепс – это симбионт растения и грибка, который берет самые сильные стороны от обоих участников. Кардицепс входит в меридианы легких и почек. Он нормализует работу этих двух органов. Согласно теории традиционной китайской медицины, почки управляют водой, управляют костями, рождают костный мозг, отвечают за проходимость кровеносных сосудов головного мозга. Кроме того, почки – это хранилище изначальной ци, от количества которой сильно зависит общее состояние здоровья. Здоровые почки, здоровый костный мозг обеспечивают достаточное количество крови и нормальный синтез гормонов. Своевременные меры по профилактике здоровья почек с помощью кардицепса способствуют улучшению функций памяти и слуха, укреплению зубов и волос. Легкие управляют ян, почки управляют инь. Таким образом достигается равновесие. Традиционная китайская медицина утверждает, легкие управляют си всего тела, помогают двигать кровь. Меридиан легких активен с 3 до 5 часов утра. В это время легкие распределяют кровь, накопленную за ночь печенью, по тканям и органам. Если вы не спите ночью, то за бессонную ночь вы израсходуете ту кровь, которая заготовлена на следующий день. Чтобы обеспечить полноту тси, мужчинам обязательно надо принимать кардицепс для нормализации работы легких и получения достаточной энергии. Когда у вас достаточно тси, вы будете двигаться быстро, работать радостно и легко. Человек со здоровыми легкими и почками излучает позитивную энергию. Такой человек говорит ясно и выразительно. Голос у него звонкий. Кардицепс позволит сохранить полноту тси и бодрость духа. Взгляд мужчины много говорит о его физическом и психическом здоровье. Если взгляд энергичный, значит почки и легкие здоровы. У такого мужчины достаточно субстанции шень. Обычно у мужчин почки работают хуже, чем у женщин. А у женщин печень работает хуже, чем у мужчин. Здоровье печени и почек имеет один источник. Согласно теории традиционной китайской медицины, вода почек вскармливает дерево печени. Печень хранит кровь, которую отдает сердцу. Кардицепс укрепляет легкие и почки, стимулирует кровоток, за счет чего крови в сердце поступает достаточно. Кардицепс воздействует не на один орган. Он оказывает системное укрепляющее действие, одновременно восполняет инь и укрепляет ян. Если у сердца достаточно энергии для перемещения крови, тогда человек будет полон физических и душевных сил. Его осанка, походка и движение будут излучать энергию и силу. Таким образом, за счет системного укрепляющего действия, кардицепс помогает восполнить душевные и физические силы, обеспечить уверенность и привлекательность мужчине, так что он будет всегда привлекателен для противоположного пола. Окно печени в мир – глаза. Если у человека плохо работает печень, глаза у него будут тусклыми, зрение размытым, а взгляд безжизненным. Слезоточивость – это симптом слабости тси печени. Если глаза постоянно наполнены слезами, функции печени сильно снижены. Для нормализации работы печени лучший выбор – это хитозан. Хитозан очищает организм от внутренних токсинов, помогает регенерации клеток печени. У печени самая большая способность к регенерации. Если удалить одну треть или даже половину этого органа, все равно он восстановится. Но у печени нет болевых ощущений, нет соответствующих нервных волокон. Поэтому часто проблемы с печенью маскируются под проблемы с желудком. Если ощущается дискомфорт и боли в желудке, надо проверить не только состояние желудка, но и состояние печени. Хитозан помогает снизить токсическую нагрузку на печень, улучшает напрямую работу печени и косвенно почек. Печень управляет сухожилиями. Дрожь в коленях, слабость суставов, напряженность в запястьях и ладонях – это признаки недостаточности всей печени. Недостаток крови печени не позволяет сухожилиям всего тела получать достаточное питание. Поэтому и появляются такие симптомы. Иногда недостаток крови печени вызывает проблемы с репродуктивной функцией, ранние семяизвержения, проблемы с супружеской жизни. Это не всегда проблемы с почками и надпочечниками. Алкогольная печень или ожирение печени также приводит к снижению сексуальной активности. Для нормализации сексуальной функции обязательно надо регулировать работу печени и восстанавливать ее здоровье. У орла очень зоркие глаза. С высоты он может увидеть горного козла, спуститься, поймать его, а потом сбросить с высоты, чтобы есть его мясо. У орла крепкие когти. Это значит, что сухожилия у него тоже крепкие. Здесь имеется прямая связь. Сильная печень, крепкие сухожилия, зоркие глаза. Аналогичная связь прослеживается и у людей. Мы поговорили о нормализации работы печени и почек. Сейчас мы перейдем к еще одному важному продукту – кальцию тяньши. Этот продукт всем хорошо знаком. Чем он полезен для мужчин? В первую очередь для повышения качества сперматозоидов. Головка сперматозоида содержит много кальция, необходимого для проникновения в яйцеклетку и оплодотворения ее. Когда сперматозоид проникает в яйцеклетку, происходит кальцевый взрыв. И так зарождается новая жизнь. Жизнеспособность сперматозоида, его активность и продуктивность очень сильно зависят от кальция. Поэтому мужчинам ни в коем случае нельзя испытывать дефицит кальция. Восполнение кальция укрепляет си почек. Когда си почек достаточно, зубы будут крепкие, слух острым, сексуальная жизнь качественной. Если кальция достаточно, кости будут крепкими, а при крепких костях почки будут здоровыми. Здоровые почки – необходимое условие для полноты физических и душевных сил. Поэтому мужчинам надо принимать тяньши с высоким содержанием кальция для обеспечения ежедневной потребности. Сокращение мышечных волокон, сердечный ритм, движение конечностей, укрепление зубов и волос – все эти процессы не могут обойтись без кальция. Такое количество, даже при условии, что вы каждый день едите мясо и пьете молоко, невозможно получить из пищи. При недостаточном поступлении извне, кальций начинает вымываться из костной ткани, что в итоге может привести к остеопорозу. Чем больше возраст, тем сложнее кальций восполняется в костях. Поэтому каждый день надо принимать по два пакетика кальция. Так мы защитим себя от вымывания кальция из костной ткани и обеспечим поступление достаточного количества для крепости костей и нормальной работы почек. Накопленный кальций – необходимое условие здоровья в старости. Давайте еще раз повторим, какие средства помогут нам в профилактике заболеваний и сохранении мужского здоровья. В первую очередь это цинк. Цинк лучше принимать по 3-4 капсулы два раза в день. Так обеспечивается дневная норма. Если состояние здоровья крепкое, надо ли восполнять цинк? Да. Особенно, если предполагается выполнять супружеский долг или если предстоят большие нагрузки на работе. Тяньши с высоким содержанием кальция надо принимать как минимум утром и вечером. По одному пакетику. Так мы получим 800 мг кальция. Вместе с 400-500 мг, которые мы получим из пищи, мы обеспечим дневную норму, укрепим кости и почки. Восполнение кальция даст нам жизненные силы и защитит от остеопороза. Хитозан и кардицепс помогут нормализовать работу печени и почек. При полноте ци почек печень тоже будет работать нормально. А здоровая печень – это залог сексуального здоровья. Кардицепс надо принимать по 1-2 капсулы 1-2 раза в день. Хитозан по 3 капсулы 3 раза в день. Так мы обеспечим полноценное питание и потребности печени и почек в питательных веществах. Хитозан может помочь регенерироваться клеткам предстательной железы и является хорошим средством профилактики простатита. А в качестве дополнения можно порекомендовать Вейкан по 1 капсуле 1-2 раза в день. Комплекс БАДов в сочетании с правильными бытовыми привычками, режимом дня, интересной жизнью, действительно может помочь нам обрести здоровое тело, гармонию в семье, успешную карьеру и личное счастье. Куда бы мы ни пришли, мы везде будем источником энергии и оптимизма. На этом я закончу сегодняшнюю лекцию. Спасибо за внимание.